Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Нередко бывают ситуации, когда нужно ограничить скорость интернета на роутере. И в этом видео я подробно расскажу, как ограничить скорость подключения к интернету на примере роутера TP-Link Archer C20. Рассмотрим два случая. Ограничение скорости подключения абсолютно для всех устройств и ограничение скорости для отдельного или нескольких устройств. Например, для нескольких компьютеров, телефона, планшета и т.д. Итак, прежде чем перейти к настройке пропускной способности роутера, необходимо включить функцию контроля пропускной способности и задать исходящую и входящую скорость, которую предоставляет интернет провайдер. Для этого перейдите в настройки роутера. Как это сделать, я детально рассказывал в одном из предыдущих роликов о базовых настройках роутера. В настройках роутера перейдите на вкладку «Контроль пропускной способности» и поставьте галочку возле пункта «Включить контроль пропускной способности». Задайте исходящую пропускную способность и входящую пропускную способность. Это та скорость, которую вам дает интернет провайдер. Например, если провайдер дает 100 Мбит в секунду на загрузку и на выгрузку, то нам нужно эти 100 Мбит в секунду перевести в килобиты в секунду и указать в соответствующих полях. Перевести очень просто. 100 Мбит в секунду умножаем на 1024 кбит в секунду, что все равно 1002400 кбит в секунду. Эти данные и вносим. Сохранить. Теперь осталось только задать настройки ограничения скорости, которые нам необходимы. Как я говорил, мы рассмотрим настройки ограничения для всех устройств, которые подключены к роутеру и способ ограничения только для определенных устройств. Чтобы ограничить скорость по Wi-Fi сети для всех устройств, зайдите в настройки роутера. Перейдите на вкладку DHCP и посмотрите какой диапазон IP адресов там задан. Нас интересуют поля начальный IP адрес и конечный IP адрес. Можете их запомнить или скопировать. После этого перейдите на вкладку контроль пропускной способности. Здесь нужно создать новое правило контроля пропускной способности. Для этого нажмите кнопку «Добавить». Отметьте галочкой «Включить» и укажите диапазон IP адресов, которые мы смотрели на вкладке DHCP в соответствующем поле. В поле «Диапазон портов» оставляем пустым. Протокол. Выбираем «Все». Приоритет. По умолчанию стоит 5. Можно так и оставить. Укажите максимальную исходящую и входящую пропускную способность. Минимальное значение обычно ставится минимально допустимое. 1. Максимальное я поставлю 10 Мбит, то есть 10 240 кбит в секунду. Такой же устанавливаю и входящую пропускную способность. Это та скорость, с которой устройство будет получать информацию с интернета, но можно указать как большие, так и меньшие значения. Сохраняем правило. Теперь ко всем подключаемым к роутеру устройствам будет применено правило, которое мы создали в настройках управления пропускной способностью. А именно входящая и исходящая скорость будет ограничена 10 Мбитами. Как ограничить скорость интернета для отдельных устройств? Этот способ более сложный, но в настройках роутера можно установить максимальную скорость для каждого устройства. Привязываются эти настройки по IP-адресу. Поэтому сначала нам нужно привязать выдаваемый роутером IP-адрес к MAC-адресу устройства, для которого мы хотим ограничить скорость. Это нужно для того, чтобы определенное устройство всегда получало один и тот же IP-адрес, для которого будут заданы настройки пропускной способности. Чтобы привязать IP-адрес к MAC-адресу устройства, нужно перейти в настройки роутера. На вкладку DHCP. Список клиентов DHCP. Здесь вы увидите список устройств, которые сейчас подключены к роутеру. Нам нужно посмотреть и скопировать MAC-адрес нужного устройства. Также можете обратить внимание на IP-адрес, который в данный момент присвоен устройству. Если устройство, для которого нужно задать настройки пропускной способности на данный момент не подключено к роутеру, то его MAC-адрес можно посмотреть в настройках, где-то в разделе об устройстве, если это мобильное устройство. Например, в Android-смартфоне перейдите в настройки, о телефоне, статус. MAC-адрес устройства указан в пункте MAC-адрес. В Windows перейдите в параметры сети и интернет, настройки параметров адаптера. Кликните правой кнопкой мыши на сетевом адаптере, с помощью которого осуществляется подключение, и выберите состояние, сведения. Физический адрес – это и будет MAC-адрес сетевого адаптера компьютера. MAC-адрес нужного устройства мы уже знаем. Теперь переходим на вкладку DHCP – резервирование адресов. На данной странице указывается статический IP-адрес, назначенный DHCP-сервером. Внизу можно настроить соответствующие параметры резервирования IP-адресов. Нажимаем «Добавить». Вводим MAC-адрес нашего устройства. Затем указываем IP-адрес, который будет закреплен за этим устройством. Можно использовать адрес со страницы список клиентов DHCP. Или, например, указать 192.168.1.120. Если у вас IP-адрес роутера 192.168.0.1, то адрес будет 192.168.0.120. Ставим состояние «Включено» и сохраняем настройки. Таким способом можно привязать необходимое количество устройств или удалить, отредактировать созданное правило. Главное запомните IP-адрес, который мы задали. По нему мы будем задавать максимальную скорость для этого устройства. Теперь зададим настройки пропускной способности для устройства по IP-адресу. Для этого перейдите на вкладку «Контроль пропускной способности». И для того, чтобы создать новое правило, нажмите на кнопку «Добавить». Откроется окно, в котором нужно задать параметры, ограничивающие пропускную способность. Здесь ставим галочку возле «Включить». В поле «Диапазон IP-адресов» прописываем IP-адрес, который мы зарезервировали для устройства. Поле «Диапазон портов» оставляем пустым. «Протокол», выбираем «Все». «Приоритет», по умолчанию стоит 5, можно так и оставить. Укажите максимальную исходящую и входящую пропускную способность. Минимальное значение обычно ставится минимально допустимое – 1. Максимальное я поставлю, например, 5 Мбит, то есть 5120 кбит в секунду. Такой же устанавливаю и входящую пропускную способность. Это та скорость, с которой устройство будет получать информацию с интернета. Но можно указать как большие, так и меньшие значения. Сохраняем правило. Вы увидите созданное правило. Его можно изменить, выделить и удалить, или создать еще одно правило, например, для ограничения скорости и подключения других устройств. Вот и все. По такой схеме можно задать максимальную скорость практически для каждого устройства, которое подключается к вашему маршрутизатору. Чтобы проверить результат, достаточно проверить скорость интернета на том устройстве, для которого вы создали правило. Важный момент, если у вас какая-то общественная Wi-Fi сеть, возможно даже не защищенная паролем, для которой нужно установить ограничение максимальной скорости, то лучше всего использовать функцию гостевой сети. Дело в том, что помимо основной сети можно запустить гостевую сеть, которая будет полностью изолирована от основной сети. И для гостевой сети задать ограничение по скорости. И это ограничение будет действовать для всех устройств, которые будут подключены к гостевому Wi-Fi. Как это сделать? Зайдите в настройки роутера, меню «Гостевая сеть». На этой странице можно разрешить гостевым пользователям доступ к моей локальной сети. Если эта функция включена, пользователи смогут подключаться к устройствам в локальной сети роутера. Изоляция гостевой сети. Если эта функция включена, пользователи не смогут взаимодействовать между собой. Контроль пропускной способности гостевой сети. Это именно то, что нам нужно. Если эта функция включена, будут применяться правила контроля пропускной способности гостевой сети. То есть можно задать уже описанный мною способом исходящую и входящую пропускную способность для устройств, подключенных к гостевой сети. Укажу, например, минимальное значение в единицу, а максимальное в 2048 кбит в секунду, то есть 2 мегабита. Далее вы можете указать частоту, на которой будет работать гостевая сеть 2.4 или 5 ГГц, но это только если у вас двухдиапазонный роутер, как у меня. Гостевая сеть включить или выключить функцию гостевой сети. Имя сети – это имя самой гостевой сети. Введите значение длиной до 32 символов, именно так ее будут видеть гостевые пользователи. Максимальное количество гостевых пользователей – до 32, установите желаемое количество. Защита – здесь можно отключить или настроить защиту гостевой сети, ее можно отключить, тогда гостевые пользователи смогут подключаться к Wi-Fi без пароля. Или включить и настроить VPA-VPA2 защиту, как в защите беспроводного режима основной сети. Время доступа – установите время возможного доступа к сети, то есть когда она будет доступна, я думаю и разберетесь, здесь несложно. Не забудьте сохранить внесенные настройки. Это были способы ограничения пропускной способности подключаемых к роутеру устройств и таким способом контроля раздаваемого им интернет-трафика. Если в процессе настройки роутера у вас возникли какие-то вопросы, то можете задавать их в комментариях. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software, если видео было полезным. Всем спасибо за просмотр, всем пока.